приветствую всех на связи Нибиру и в этом видео я хотел бы ответить на вопрос имеет ли смысл сейчас стараться призвать губика или лучше сохранить ресурсы до следующего баннера в комьюнити не только русскоязычным англоязычным немецком французском очень много противоречивых мнений на этот счет одни люди советуют его пытаться призвать другие нет в чем я согласен сто процентов в том что у нас очень большой контраст потому что до этого был баннер флоренс которая является очень хорошим героем и многофункциональным универсальным ее можно практически в любую ситуацию поставить она будет себя отлично показывать и после этого нам дают баннер губика который по своей сути является узконаправленным персонажем он хорошо зайдет туда где надо много ходов как например сейчас гильдейский босс он там себя очень хорошо показывает и там куда требуется отравление то есть на боссах и опять же в чем у его большой недостаток это в том что он зеленой стихии и если босс противоположной стихии да то уже он не очень подходит также надо понимать что на арену его тоже только специфичную пачку можно использовать и по крайней мере те команды где я его видел на арене смотрите в обычном случае вы его одеваете конечно же в проклятый комплект чтобы у него были дополнительные ходы потому что у него и так с его особенности дополнительные ходы в зависимости от скорости но также и будет вот этот проклятый комплект играть роль и там будет их еще больше либо можно надеть какой-нибудь комплект ассасина который будет повышать атаку в общем но в пвп на арене я его видел в основном не вот в проклятом комплекте не в комплекте ассасина а в комплекте стана и это имеет смысл за счет его большого количества ходов это я к чему вообще говорю что если у вас этот персонаж есть и вы хотите его использовать по максимуму то вам надо несколько комплектов для него и надо его выкачивать с пониманием того вообще что вы из него хотите сделать давайте на него быстренько взглянем он относится к фракции крисас и мы видим что у него атака шанс на крит и скорость хорошо прокачаны соответственно вам надо делать упор на вот эти вот характеристики и тогда будет вам счастье по моему все же эти характеристики являются да то есть советуют комплект рейдера комплект война и комплект ярости комплект ярость я считаю самый один из самых ненужных комплектов в игре а вот комплект война комплект рейдера конечно на него пойдут то есть вам еще раз в обычном случае вы надеваете одеваете его либо в проклятый либо в комплект ассасина и плюс например комплект рейдера или комплект война в зависимости от скорости скорости ему надо много из-за его особенности которые вознесенном состоянии говорит что за каждый 100 единиц скорость он получает один бонусный ход но не забывайте что скорость он повышает еще своими умениями например вот это умение дает 10 скорости здесь он вешает я ты дает 10 скорости и здесь умение не дает скорости но зависит от скорости поэтому скорость ему очень важно и поэтому если у вас есть и так очень хорошая скорость то дополнительно можно не комплект рейдера надевать а комплект война Герой сам, еще раз повторюсь, он довольно специфичен и он не везде себя хорошо показывает. На арене, да, за счет стан сета и большого количества ходов и то, что он будет ходить первым из-за большого количества скорости. На боссах непротивоположных стихий, да, и на гильдейском боссе воды, да, он себя будет хорошо показывать. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что лучше подождать и не тратить пока кристаллы на призыв, потому что, возможно, завезут после Губика или там спустя две недели какого-то нового героя, который также будет универсальным. У нас есть хороший опыт, Флоренс, Ташир, это герои, которые действительно могут очень сильно помочь. А Губик, он, опять же, я не хочу сказать, что он плохой герой, он хороший герой, но в своей нише. Как-то так, а вызывать его или нет, конечно же, решать каждому для себя самого, в зависимости от той ситуации, которая у вас сейчас на аккаунте. С вами был Нибиру, до следующих встреч! С вами был Нибиру, до следующих встреч!